В начале сентября традиционно ведутся разговоры о школе и детях, их здоровье и благополучие. Еще одна актуальная тема – защита прав ребенка. Последнее время у всех на слуху словосочетание «ювенальная юстиция». Настала пора разобраться, что же оно означает. Ювенальная юстиция – это система нормативных актов и институций, работающая в интересах детей. В этой системе для того, чтобы она была эффективна, работают специально обученные люди. Будь то полицейские, педагоги или социальные работники. С помощью ювенальной юстиции осуществляется правосудие по делам, совершаемых несовершеннолетними. Однако почему-то ювенальной юстицией стали называть все меры, направленные на обеспечение прав ребенка в разных сферах. Не только в уголовном процессе, но и в семейных отношениях. Все мы слышали громкие истории об изъятии детей у наших соотечественников, проживающих с границей. Этот вопрос стал в последние годы очень болезненным, потому что очень много наших людей выехало, в частности, в Англию. Даже из посольства там было письмо, что у нас почти 100 тысяч граждан. Есть латышская семья, у них трое мальчиков, там погодки 2, 4, 6, по-моему. Дети баловались, они друг друга как-то там ударились, какие-то синяки были. Мама идет к врачу, а врач обязан позвонить в социальную службу. И после этого звонка просто приехала социальная служба и изъяла всех троих. Почему же так происходит и, главное, как этого избежать? В разных странах разные законы. Семейное право находится в национальной компетенции. В Латвии, например, ребенка нельзя оставлять без присмотра до достижения им 7 лет. В другой стране планка выше. Поэтому самое главное, что я хочу отметить, необходимо как следует ознакомиться с законодательством страны, в которую семья с детьми собирается переезжать или уже живет. Это самая эффективная мера для того, чтобы избежать очень неприятных последствий из-за нарушений закона того или иного государства. Но если вдруг это уже произошло и ребенка из семьи забрали, то первым делом незамедлительно следует обращаться в Латвийское посольство, которое им поможет решить вопрос как с местными органами опеки, так и свяжется со специалистами в Латвии. Чтобы поддержать родителей, попавших в затруднительную ситуацию, а также для привлечения внимания к данной теме, организуется акция «Латвийским детям защиту Латвии». Я думаю, что мы должны помогать нашим соотечественникам, мамам, любым, которые попадают в какие-то ситуации трудные. Еще такой, как у нас девиз «Эс эсму, Латвия из Байернс» – я ребенок Латвии. Будут выступать, присоединились наши латвийские детские коллективы и взрослые музыканты и коллективы. Будет очень интересный концерт. Я думаю, что это будет здорово и красиво.